так парни всем привет сегодня 13 июля 2016 года среда ford мандео новый кузов у нас 2015 года в нашем случае сегодня комплектация 2 и 5 150 лошадиных сил сейчас обо всем по порядку ну а как обычно давайте просто посмотрим внешне сравним два автомобиля ford мандео и mazda 6 вот сегодня есть на что посмотреть вот согласитесь вот в этом случае уже как бы какая-то дерзкость машине присутствовать можно совершенно новое полностью морда новая всех она цепляет тебя я уверен безусловно на тоже зацепит наверняка заходил салон смотрел вот и вот и по-любому смотрел как минимум нет обращал внимание вот просто сбоку давайте посмотрим на автомобиль новая оптика стоит диодные тоже также с такой же фишкой как на мазде руль влево-вправо крутим пар бегут за вами противотуманки стат галогеновая закантовочка хромированный бампер тоже симпатичный морда обратите внимание на просто такая откошенная ровная соответственно в этом есть какая-то агрессивность также многие отмечают начинают рассказы линии на капоте придает автомобилю мускулы какой-то агрессию просто капот симпатичный согласись он такой да в нем есть агрессия вообще у машины вид такой дерзкий я сказал молодежно в ней что то есть но это все вот ощущение внешне на морду смотрим да классно давайте сейчас мельком пройдем просто по кругу посмотрим автомобиль он у нас стоит сразу на 18 дисках в комплектации начинаются они 16 18 как 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 доп оборудование в нашем случае 18 ручки покажи просто ручки вот что напоминает какую машину я вот например помню что когда я за эту ручку держался я за нее держался только на бмв она массивная ручка действительно удобная то есть двери тяжелые автомобили что касаемо шумки здесь претензий в принципе нету шумка действительно хорошая она даже лучше чем например в той же самой камре опять же вопрос спорный то есть это все нужно смотреть индивидуально все подходить но то что шумка лучше чем в мазде 6 здесь я думаю споров не будет но все знают то что у мазда на хромает отмечу вес автомобиля одна тонна 550 килограмм с каким бы двигателем она не шла и здесь всего три то есть у нас 2 и 5 есть это еще старый двигатель обычный атмосферник есть экобуст двухлитровый и есть экобуст двухлитровый с турбины там вообще 240 лошадей то есть как бы топовая комплектация по габаритам же автомобили в принципе все одинаковые вот что мазда что камри что тяна вот эту одна ценовая категория длина высота ширина одно и то же плюс минус везде два сантиметра два сантиметра длиннее 1 3 сантиметра уже другой и так далее то есть к этому даже подираться не будем ручки не закончил удобные массивные но действительно ручка хорошая также идем дальше смотрите по автомобилю в принципе этот этот полоса скажем так она действительно какой-то вот что-то на ему придает сбоку автомобиль тоже симпатично смотрится особенно то 17 дисков много спицы но старый все равно интересные диски как бы на мой взгляд скучным их назовешь особенно при движении когда-то не чистенькая вообще машинка чистенькая это интересно но идем назад что мы видим здесь что задняя часть от предыдущей модели никак не отличилась так вот был предыдущий куда в принципе все осталось то же самое изменилось вот эта часть автомобиля задние и пары оптика немного стал такая более современная она стала диодная соответственно к оптика стал так немного посимпатичнее в целом же вот тут же стоит а ford предыдущий задницу особо там не изменили но тем не менее оптика новая на самом деле глаза бросается на спрещеру то есть когда машина по городу едет сразу вывод новый ford отличить его со спины даже жопы просто заметно багажник пожалуйста как и в мази 6 у нас сделано с кожухами закрытыми все пожалуйста крепление ходит то есть все что пространство есть она все свободное пожалуйста его можно занимать с ним можно работать а что-то можно грузить то есть не по такому принципу как у нас сделано было в камере что вот этих частей например нету место кажется больше на самом деле местами так много по объему багажник он делится там на две категории есть у вас лежит полноразмерное колесо у нас будет поменьше есть у вас лежит докат кто соответственно багажник у вас будет больше там диапазон него примерно 430 литров до 500 вот в этом диапазоне все крутится что отметил что из отсюда из багажника нельзя сложить задние сиденья хотя они складываются то есть это нужно открыть дверь заднюю их тогда сложишь то есть вот эти там пимпочек дергание ничего нету сама крышка багажника я бы не сказал что она легкая но ее тяжело тоже не назвать и шумки здесь конечно не так много опять же по последним ощущениям от инсигни вот там просто бомба прошу весь ну нормально как убрать дребезг вот этот вот и вы знаете парни кто-то на канал подписан те знают мы вот этим вот дрынь-дрынь мы убрали кто не знает ссылка в описании как обычно так пошли дальше другой страны вот ключик бензовака опять же да бмв почему тут мне кажется что что вот с этими ручками идет все что-то похоже на 2 на бэху нет но пятерочка бмв пятерочка что касаемо зеркал обзорность на самом деле очень хорошая в них и вот обратите внимание тоже такая сделана линия интересная то есть повторитель поворотника то есть он заметно большой то есть в мазде покажи просто мазил мази он вот где-то здесь сбоку в принципе даже особо не видно то есть мне кажется на форде в этом плане он будет более скажем так эффективный значит общий вид автомобиля в принципе интересно что касаемо технических характеристик я повторяюсь у нас 2 и 5 150 лошадиных сил разгон до сотни он в этом же диапазоне как везде 10 и 5 ну примерно вот в этих вот плюс-минус опять же говорю если заправить на каким 98 бензином это не означает что у вас машина поет гораздо быстрее если вы там мерите по различным программам там взятым в айфонах еще где-то вы скачали все это ерунда я тоже мерил меня тоже показывал что у меня там разгон 9 и 8 до сотки на 98 но это все неправда единственная правда это race logic поэтому когда машину просто сам производитель делать эти вот вам в рекламе пишет там разгон там 7 и 9 вот например в комплектации в максимально когда стоит 240 лошадиных сил двигатель идет двухлитровый турбина стоит то там они заявляют то что машина разгоняется до сотни за 7 и 9 это лучший показатель всего того что они там вымеряют как он вымеряется идеальная погода идеально ровная дорога хорошая сцепка с дорогой шины то есть хорошие и нет встреч своего ветра все условия идеально один человек машине среднего веса какой-то там 7 75 килограмм он сел там раз два три все поехал вот 7 и 9 они выжили поэтому это лучший результат если вы сядете в автомобиль один плюс сзади пассажир сбоку пассажир уже совсем будут другие результаты также мокрый асфальт и так далее я конечно понимаю что многие с этим согласны многие это знают но тем не менее находятся такие люди у которых машины точно такая же как у меня но почему-то у меня вам предъедет заявлено 10 и 4 на так и ей 10 и 4 но другие разгоняют машину до сотни за девять и шесть за девять и два то есть интересно никакого чипа ничего нет то касаемо расхода топлива с нашим двигателем и со всеми остальными он в принципе одинаковый то есть два и пять два два ноли с турбиной расход в городе примерно 11-12 литров я подчеркиваю это при условии спокойной езды как вы будете давить на газ в пол это зависит только от тебя средний расход у автомобиля получается там в районе девяти литров но и на трассе там 7 литров вот можно эти показатели я думаю уронить и в тот же момент эти показатели можно запросто переплюнуть если вы будете просто гоняться в любом случае двигателя для города мое личное мнение я считаю вполне хватает 60-80 км у нас максимальная скорость куда там гнать еще чего-то это не надо но если брать максимальную комплектацию со светофору в принципе можно будет жару задать задать жару опять же мне интересно 2 литра 240 кобыл экобуст турбина и mazda 6 например 2 и 5 ничего нету рядник все просто 2 и 5 192 лошадиных силы разгоняется за 7 и 8 а вот форт у нас такой просто дурью разгоняется до сотен за 7 и 9 понятное дело что на дальнее расстояние если мы просто на трассе выйдем и начнем там соревноваться гоняться и просто лететь то форт уйдет он уйдет здесь если убрать ограничителя просто так вот смотрел отзывы людей кто там разгонять машину 260 разгоняли то есть просто пожалуйста есть прямые доказательства о том как вот эта машина просто ездит по прямой чё капот не открываешь вот пожалуйста интересно что он здесь смотрите автомобиль новый ты его купил просто сядь вот ты должен вот это только знать ты должен знать что вот сюда жидкости мы вообще заливать а вот это у нас щуп для масла все тебе больше знать не надо здесь ничего все остальное он тема авто автомобиль тебе не должен парить и все сел машину завел и поехал новая машина комфортно место кстати в машине чего и в подкапотном пространстве очень много а это означает то что тому кто или через семь-десять купит его будет легко ее чинить он подлез там раз покрутил отвертел то есть не проблема вот газоупорный держатель один все технология закрыли щелей зазоров никаких нет капот тяжелый просто присядем давайте посмотрим с вами сами морда просто да вот автомобиль смотри какое пространство губа передняя хоть она агрессивно она задрота так неплохо она ровненько но она задрота просвет дорожный 160 миллиметров для города вообще с головой да хорошая шумка там хорош шумка она хорошего тут 80 100 как и везде то есть по городу катаешься машине без проблем подвеска кстати здесь стоит передние типы макферса но со стабилизатором поперечной устойчивости что это говорит это говорит о том что вот такого рода покажи вот да ты пошел поехал таким всякие трещины кузи проезжать будешь проблем не будет машина будет проглатывать не вопрос с mazda такого нету mazda подвеска просто типа макферса но она очень сильно затянутый ход подвески очень короткий соответственно управляемся в автомобиле многие хвалят все говорят мазочка до погоняться отличный вариант но в тот же момент чувствительность просто весь контур авто дороги передается салон то есть ты все чувствуешь да пожалуйста мне это нравится я отъезжу на 19 дисках проблем вообще не испытываю опять же нужно учитывать сколько раз я вам своего мэра хвалил городу неоднократно говоря что дороги то у нас хорошие кстати сейчас мы сейчас стоим снимаем а у нас их делают вот серьезно говорю делать если у вас дороги все разбиты и у вас мир не очень хороший то конечно есть смысл выбирать диски 17 18 по резину повыше поставить чтобы он помягче хоть как-то было задняя подвеску автомобиля независимо многорычажные тоже со стабилизатором поперечной устойчивости люди гоняют разгоняют машина 200 не жалуются но здесь же опять же мы возвращаемся кто из старые сбитой теме многим будет страшно не уехать 160 ей человек надо на машине раз колью попал раз вот чуть-чуть занесло до праве ну просто клею клею засосала и она его выбросила наоборот сразу будет дискомфорт у нее и а другой будет ехать 200 по тушь это нормально руль над держать не бояться жать на газ и ехать с уверенностью но 130 максимальная скорость по россии превышать не надо поэтому будете выгонять не будете делать полностью за вами но тем не менее в корде вы будете ездить с любым мотором я уверяю вы не обломаетесь вот эти рассказы о том тоже да чё это 2 и 5 она не едет а тебе чё нужно ты возьмешь допустим 240 лошадей ты возьмешь нажмешь на газ в пол да ты обгонишь про меня на двухлитровой мази да ты обгонишь кирилл ты обгонишь солярис встанет просто бмв м сели м пятерочка или станет с тобой целая 63 мг что ты будешь говорить ты начнешь рассказать о том что ну это же другой класс тоже дороже машина тем не менее у тебя просто чпинг тебя да со старта и без проблем поэтому ездить комфортно на машине можно да на дальнее расстояние естественно само собой движка будет не хватать какой-нибудь обгон там ну это уже будет не так уверен не так комфортно будешь перестраховываться не будешь обгонять подальше доверяешь как тише ездишь дальше будет два автомобиля смотрите пишите ваше мнение в комментарии на я думаю вот фордешничек его оцените то есть он симпатичный когда я приехал покупать мазду 6 вообще когда я приехал просто не присматриваться автосалон находился на мкаде то есть там получалось так то что заходишь в один автосалон из него ты переходишь сразу форт а из форта ты сразу переходишь в рейндж ровер пользуюсь случаем что называется выходили гуляли были там новогодний праздник я зашел посмотреть вот я серьезно говорю внешне он мне понравился а потом я сел за руль а вот что было за рулем пойдемте вместе с вами посмотрим открывать все без проблем удобно центральный замок кнопочки у нас памяти сиденья в трех положениях удобно все подсвечивается стеклоподъемники все автоматически управляет складыванием зеркал там настройка без проблем удобно вот смотрите все отмечают многие что очень большой карман опять же автомобиль произведен кем это вот разработка генри форд заложил у нас конвейер все машины форт ну и так скажем так даже легендарный марк большой карман америкосы любят что вся прям положить литра два кола таком не только большие вот эти просто смотрите он еще и там у него то есть ну действительно места очень много то есть положить все можно вот смотрите посадку я подошел сел оба я закатился я сиденье настроил уже под себя то есть а как я сижу автомобилем неудобно а здесь у нас 10 настроек положение сиденья то есть вперед назад вверх вниз то есть все есть вот стандартный фордовский рычажок у нас управление светом всеми делами то есть в ночное дневное время можно управлять включать выключать отмечу что стойка вот это на 10 здорово то есть от нее садишься просто и вот она прямо вот такая массивная хорошая стойка но это в принципе как тут придет какой знать уверенности что ну просто симпатично то есть но у нее есть свой минус уже понимает с работы есть просто пробочка такое на движение активно то есть это надо выглядывать поставим потому что правило за этой стойки у тебя сколько раз своей жизни просто сталкивался . ты едешь пешеходный переход его там идет там пешеход то есть он перекрывает этой стойкой его сразу не видно а так в принципе здесь вот у нас смотрится жму она ходит вот вот да вот у всех такая тема у многих вот нажимаешь вот она зазору такие стоит и сборка то наша то есть вот пожалуйста ходит он что касаемо скрипучести салона это уже знаете это надо уже поездить потому что я читал просто отзывы даже других владельцев я созванивался с некоторой спрашивала как тебе в разные те кто покупает машину нового просто изначально новые сами на не ездят все они довольны машины то есть они за не следят она ухоженная как правило начать рассказывать это что машина дерьмо машина сыпется это те кто купил там фордешник 2006 года он четвертый владелец и вот он в комментариях он без проблем напишет то что он весь ржавеет у него то не так у него все сыпется у него все льется автомобиль гарантия три года и 100000 пробега сидеть удобно все оператор приглашаю вас ко мне начну автомобили вот когда я сел за него да просто салончик вроде бы все интересно вот центральная часть просто покажет центральную часть на самом деле надо любить я вот общался с людьми они говорят что отчет центральной частью вполне симпатично вполне интересно на мой взгляд она какая-то более такая знаете старая то есть эти кнопочки то есть пластик это скучно смотрится что касаемо непосредственно дисплея многое многие кнопки как бы скажем так заложены в нем то есть вам в любом случае придется с ним взаимодействовать нет такой фишки например на мазе что у тебя какой-то есть джойстик и ты можешь полностью управлять ему джойстика здесь однозначно вы будете тыкать соответственно мы сейчас даже завели покажут сбоку я не забудет и вид не будет то он весь в ляпках то есть я вот например этого вообще не люблю машинки ты ляпки садишься он тебя весь в ляпках а их не избежать массивная часть да не вопрос интересно она у нас в принципе не ходит но если ногой постоянно что будете упирать сто процентов вам даю со временем начнет скрипеть та же самая система в мазе еще в любой машине вещь на год пассажир садится там или вас пассажир жена ваша жена соответственно обнимательна то есть она есть обниматься и вот будет у вас со временем скрип у нас есть подогрев руля все кто говорят уж подогрев руля это ерунда что можно купить перчатки я точно также рассуждал но когда-то у меня просто появился nissan murano а в нем уже был подогрев руля я одну зиму просто поездил я понял то что вот эта фишка это не так что в минус 25 включили один раз по ездить дома за зиму у нас всегда так не так холодно так неделька мороза постоит нет вы и будет постоянно пользоваться то есть осмотрим здесь у нас пласти кстати очень мягкий то есть я думаю он не особо должен быть скрипучей передняя торпеда как минимум вот обратите внимание да интересно то есть чем-то напоминать не сразу porsche а я не такая тема была но у нас везде сейчас все отовсюду по чуть-чуть самые такие интересные решения взятут мы когда следующий раз будем снимать kia оптимая дни уже почти добрался вот я вам там покажу вот смотрите ниша покажи как не знаю сбоку что что-то видно было вот вы представляете вот я еду да вот сюда надо руку засовывать постоянно то есть откуда отсюда то есть есть вас есть часы на руках у но есть липкая цепочка вот эти вещи они вас будут постоянно задеваться возможно здесь будут являться школы вот сама часть она красиво на лакированного лаком покрыты черный но все равно не понимаю зачем это делают то есть сюда вот честно говорю если ты будешь покупать эту машину сразу закатаю пленкой защитный какой-то пленку чтобы вот этих сколов царапин не было машина в принципе нового здесь всего пробег 7000 километров то есть тестовая машина тем не менее уже дать царапина не все есть от них ты уже никак не избавишься а сюда ты по-любому когда ты положишь свои ключи еще что-то она вот но ты понял соответственно вот этот зазор вот этот просто дыра ниша скажем так она действительно будет напрягать что то есть то тут ты будешь подлазить то допустим вот так зачем это непонятно но так в целом конечно симпатично вот эта часть она противоречит напишите сами скажите вот вам нравится вот этот дизайн вот вот именно вот эта часть центральная ли она вам не нравится то есть меня тут раз опугнул то есть все так посмотрел думаю да не как ты что-то были не то хотя всех тех владельцев которые сейчас владеют ford мандэ вот если вы есть напишите тоже обязательно это интересно будет посмотреть просто людям вам наверняка это интересно потому что по сравнению с тем что было раньше это естественно что-то новое бардачок у нас пожалуйста большой относительно то есть документы все положить можно то есть для ниши сеточка что-то что вот эта сеточка на самом деле темы вот какие-то мелочи вы положили чтобы это не дребезжало потому что многие за эти ездят блин что-то шумит салоне вот отсюда можешь ухать и без проблем в конте ручка мелочь у вас здесь катается а вы думаете откуда что шумит а так сидеть удобно я сел все что у нас есть смотрите вот управление света у нас здесь находится сверху то есть тоже интересное решение какой-то самолете сделал автомобиль ford и вот этот мандео он в принципе является флагманом компании центральной части вот этой у нас вот только вот эта часть аналоговая и вон та часть аналоговая соответственно все остальное к заводишь машина все появляется стрелки появляются все бегает что здесь есть как как обычно как везде возможность управлять посмотреть расход и все прочее то есть такой учет какого-то ноутом в игры играть нельзя нельзя играть можно только за информацию смотреть как обычно ничего нового как сидел так сажусь надо подошел к машине все сижу есть и ноги развести в разные стороны то в принципе нормально но я бы так и сидел бы я не помаду этих обзорчиков которые садятся этот просто ерундой вот я бы сидел вот так автомобиль да не сидел вот и вот так ты вот так вот бы не сидел вот вот ножки всю я сел я сижу над головой стойка до стойка действительно она есть можно ударяться она мягкая то есть они можно так вот сесть и просто спать просто я сначала окно потом заснуть и серьезно говоря на мягкая вот съел все это без проблем подлокотник есть ты сидишь вот обрати внимание просто покажи подголовник соли куда вот он мягенький и смотри просто об голова лежит шея все держит а есть вот еще просто вот побольше бы он был бы чтобы до сюда доходил и эта часть тоже была бы мягкая не заканать может быть из форда кто-нибудь они посмотрят видео парни вот здесь чуть-чуть доработать вообще будет бомба то есть для заднего пассажира здесь есть просто удобно было бы на сейчас по-любому нужно быть подушку подкладывать кстати ремни в них безопасности уникальны они надувные то здесь установлены подушки безопасности вода сиденье вместо есть можно ноги закинуть сидишь сказать что я прям сел и балдей я бы не сказал на мой взгляд даже в мазе вот сзади места побольше но тем не менее то есть если вот так сеть можно открываем лыжи узнаете мой город лыжи стубор да только лыжат отсюда про сможешь просунь про сноуборд и отсюда не просуешь ты чё ну ты просто глянь это как вот люди рассказывают сноуборд сноуборд у тебя накатался на своборот у меня естьquiv Never Борд я знаю что он сюда не залезет особенности сноуборд тв чех Democratic глянь дырочка ты так чисто какую палку рейку какую тащить все они больше жена попросило значит рассаду рассаду везешь блядь да затащилась это насид сзади с этой рассады вот это вот да сноуборд нет сиденья вот отсюда складываются у нас здесь есть все пожалуйста можно сложить пол неровный с переходом но тем не менее то есть машине за что в этой машине на дальняк спать ты не ляжешь потому что если ты ляжешь ты просто сейчас полежишь потом станешь расскажешь поехали скажу просто поехали всегда найдутся те кто будет борь то что коробка плохо работу кого-то там коробка полетела еще что-то но на сегодняшний день таких прям жестких жалоб на машину нет если вы машина с 15 года пошла если вы являетесь владельцем такого автомобиля и вы уже какой-то километраж проехал будь добры просто в комментариях напишите у меня ford такой-то с таким-то движком и ваш краткий отзыв соответственно все кто это видео смотрят пожалуйста заходить в комментарии читайте возможно какой-то владелец по-честному подчеркиваю пишем и общаюсь про автомобиль новый по ценам 3 двигателя максималка доходит ну до миллиона 900 по прайсу а торговаться без проблем просто уже вот сходу можно там 1080 торговать с максимальной комплектации соответственно я в конце ролика просто данный автомобиль кто не предоставил не предоставил автосалон причем потому что ходить по городу тяжело люди хотят обзорчик я тоже хочу снять рассказать поделиться своими ощущениями тяжело найти приехал вот соседи автодилер дали машину я в описании просто оставлю контактные данные менеджера если вы хотите купить новый автомобиль вот это просто позвольте сказать что с канала видел про сказали что вы пообещали скидку мне сказали что вот позвонит кто-нибудь хотя бы один человек у меня же канал там не 100000 соответственно скидочка будет будет кит подарки какие подарки пожалуйста вы это напишите в комментарии также расскажите потом понравилось ли вам предложение не понравилось дилер официальный то есть не серый никакой на официальном сайте ford он есть каждую дорогу вот смотреть парни едем по дороге на принципе вся разбитая шершавая отмечу в одну сторону ехали разгонясь примерно 90 километров даже вот сейчас мы этим 80 машин действительно тихо если мы выйдем на дорогу просто с ровненьким покрытым такой просто черный даже свежий асфальт там совсем будет по-другому я думаю будет еще тише машина умная все эти датчики все приблуды совершенные стоят едет спереди машины лет она становится даже кстати если вы будете ехать в городе перед вами будет какая-нибудь фуру на газ жмет пошел просто выхлоп черный машина сама перекрывает забор воздуха снаружи и соответственно кондиционер все все работает стоит плане обзорности задние вот зеркало салона идеально все видно то есть нет никакого дискомфорта единственное так как я в машине сижу раз третий вот именно в новом кузове вот зеркала покажу про зеркала они ведь сделаны слегка на вынос перед ними идет такая небольшая форточка и соответственно к этому нужно привыкать привыкнуть к этому я думаю вам владельцу автомобиля но сколько вам потребуется неделя просто недельку отработали на машине все без проблем вы уже будете чувствовать комфортно машина у нас чиповная а изначально идет 150 лошадей здесь сейчас стоит 170 сказать то что это подарил какую-то космическую динамику при разгоне это неправда при движении хочу отметить селектор передач скоростей как вертолета просто вот я люблю ездить вот так то чтобы я плакать не держаться за коробку и управлять автомобилем удобно сидеть на каждом его пожалуйста подрыв есть машина едет опять же нужно тестирует вот эту динамику разгон топовую комплектацию с турбиной там 240 лошадей здесь вот мы едем влево вправо то есть хоть дорога она вся у просто раздолбана но проблем нет вот смотрите вот вы выехали просто более менее ровная дорога все едет 90 я конечно понимаю тоже через мой микрофон все вся атмосфера салона не передаст то просто поверьте на слово комфортно сидеть то есть в городе на машине ездить в принципе идеально сидите тоже очень удобно его то что сделать эти ставки с алькантарной вот сейчас жарко на улице не был плюс 30 градусов в машине сидишь так комфортно вот единственное знаете что хочу отметить в плане обзорности вот единственное что вот меня просто смущает сейчас покажи просто назад видела подголовник который стоит посередине то есть процессе управления на самом деле он глаза попадать постоянно то есть он высокий слева справа стоять нормально вот центральный я бы на самом деле моя машина я бы снял бы хочу вам показать как работает здесь поворотники левый правый просто посмотрите ничего не буду говорить я вопрос покажу а вы сами скажете откуда эта тема все включили обращу ваше внимание не знаю просто на камере вид нет поворотники дублируются синхроны все работают откуда парня взята напишите сами сегодня у нас это был новый ford mandela взял бы я этот автомобиль у меня был выбор я взял mazda 6 возьмешь ли ты этот автомобиль скажи пожалуйста честно как то вообще на него к нему смотришь соответственно в описании будет контакты менеджеры по продажу обязательно ссылайтесь на меня просто не говорите то что смотрел на ютюбе обещаются какие-то какие ничего не называют в индивидуальном подходе кто ты чё ты мы тебя не знаем потому что мой канал никому никого доверия не внушает соответственно все будет смотреть индивидуально также сейчас у меня здесь как обычно появится ссылочка на мой инстаграм туда подписывайтесь зачем машина появилась я сразу снимаю то есть если у вас какие-то есть там пожелания что-то какие-то вопросы по ней вы можете задавать спрашивать я соответственно уже по ней рассказываю а так все сказано все рассказано я считаю что все рассказал объективно без предвзятости есть свои косяки есть свои плюсы и свои уникальности как у любого автомобиля где-то на чем-то выиграли поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч пока пока